Детская больница практически готова. Заместитель главного врача по медицинской части Инна Воронова проводит экскурсию по новенькому корпусу. Первое, что бросается в глаза – красочные иллюстрации кистей мастеров и учащихся художественного колледжа. На стенах развернулись целые сюжетные линии. Можно проследить этапы взросления маленьких белорусов. Как растут и о чём мечтают. У нас нарисованы дети с аистами на стенах, семья, мама с ребёнком, национальный орнамент белорусский. Внешний вид палат кардинально изменился. Они сформированы в блоке, в каждом по две комнаты. В свои места уже заняли шкафы, тумбочки и специальные медицинские кровати. Постельное бельё пошило фабрика художественных изделий. Установлены рециркуляторы, которые позволяют обеззараживать воздух без вреда для находящихся рядом людей. Есть раздельный санузел. В палатах, где лежат мамы и детки маленькие, появилась связь с постумом. То есть мама не будет тревожиться, что с ребёнком что-то не в порядке. Она не может позвать себе медицинского работника или тревожиться о том, где найти медицинского работника. Связь будет осуществляться круглосуточно с медицинским работником. Обновилось техническое оснащение лабораторий и процедурных кабинетов. Докторов уже научили обращаться с новинками. Инна Воронова отмечает, все рабочие места специалистов будут оборудованы компьютерами. Сеть обеспечит быстрый доступ к результатам диагностики и документам. Это позволит экономить время. Для новенькой больницы закупили суперсовременное оборудование. Здесь появились новые аппараты для УЗИ и эндоскопии. И компьютеры. Всего на новое устройство для диагностики и лечения потратили около трёх миллионов рублей. Прилегающую территорию привели в порядок. Поставили скамейки, высадили кусты и деревья. Появилась игровая площадка с деревянными машинками и турниками. Всё направлено на то, чтобы ребёнок поправился быстро. Чтобы были довольны родители. Чтобы было светлое будущее. У наших детей здоровое. Главврач Бобруйской центральной больницы уверена, после открытия лечебницы маленьким пациентам и медперсоналу станет в разы комфортнее. В результате проведенной реконструкции улучшится качество оказываемой медицинской помощи детскому населению. Не только города, а и пяти прилегающих районов. Потому что наша детская больница обслуживает не только детей нашего города, маленьких бобруйчан, но и пяти районов. Точная дата открытия пока держится в секрете. Однако врачи и строители уверяют, мальчики и девочки смогут получать медицинскую помощь в обновлённой современной больнице в ближайшее время. Анастасия Пахлёстова, Максим Галлионко. Итоги недели.